все запись пошла вроде я еще не разобралась в телеграм но я так полагаю что здесь можно ставить давать функцию чтобы кто-то проводил эфиры если я не ошибаюсь я сейчас это еще посмотрю и можно будет сделать например такое например один эфир вечером ведет миша рассказывает о своем опыте как у него что у него может быть дает кто идет на сайт то есть это не в 90 дней в автономию а это именно 90 дней кто хочет закрепиться и перейти кто хочет закрепиться и перейти на сыроедение кто хочет закрепиться и перейти на веганство кто хочет закрепиться и перейти на более длительные сухие то есть мы будем здесь поддерживать друг друга вот эти 90 дней возможно так и продолжим у нас клуб будет так до конца идти может быть здесь в этом отношении будет удобнее то есть например дальше она клёвый инструктор по йоге она может быть там возьмет для нас когда сможет там например три дня в неделю или или может быть сама потому что его ну там например вы напишите ребят кто что умеет делать потому что я не всех знаю кто медиа например даша берет какие-то дни в неделю и проводит йогу под запись тоже что остается у нас в клубе кто не успел там по по своим каким-то причинам работа там какие-то дела нет интернета нет возможности позаниматься они могут это сделать записи но они будут точно знать что они пришли домой некогда будет пожрать потому что у них йога на подходе потому что будет эфир через несколько часов и вот таким способом я думаю что мы себя переведем на другой уровень по крайней мере мы попробуем и у нас будут под каждым эфиром вот здесь там можно будет можно оставлять комментарии и писать и общаться здесь и в здесь в закрытом клубе и тех ребят мотивировать то есть говорить им что вот ребят вот мы сейчас идем вот так то вот нас нам вот это вот помогает нам то то помогает вот там какой-то эфир какие-то эфиры будет вести например там артем у него своя свои практики тоже и по физике свои практики по дыханию он там что-то свое все время чего-нибудь придумывает и вообще свой опыт миша проведет свои какие-то эфиры галина у галины обширный опыт то есть до того момента когда у нас не случилась эта вот ситуация галина вообще кушала уже несколько недель раз в неделю у нее был всего лишь раз в неделю что она чувствовала какие у нее сознание ну и здесь сейчас вот я тоже смотрю что она какие комментарии напишет нам бывает напишет две строчки но они такие глубокие и конечно было бы круто ее послушать вот потом кто у нас здесь на сегодня мало народу просто в эфире и вообще в клубе сейчас пока мало вот завтра у нас уже понедельник до 14 число смотрите я предлагаю начать завтрашнего дня почему завтрашнего завтра как раз у меня так сказать день рождения мы не знаю когда мы с вами будем поздравлять мишу заранее не поздравляют тогда мы видимо мишу будем поздравлять во вторник эфир если не отрубят инстаграм то в инстаграме будет если отрубят инстаграм то будет через школу автономию на ютубе там мы поздравим мишу потому что миша 15 марта день рождения у всеми на нами всеми любимого вот либо попросим его чтобы он сильно там не расчувствовался после своего дня рождения попросим его провести эфир в среду как как вариант вот и вот таким вот макаром я предлагаю вести вот эти вот девяносто дней то есть мы с вами будем эфиры какие-то я буду вести какие-то вы и вы можете например вам есть что сказать к примеру да и вы говорите там я хочу вам рассказать вот об этом но это чтобы было вы каждый можете рассказать интересно только в том случае когда вы будете думать не как вы выглядите на камеру а в том случае как и что вы хотите поделиться той частичкой которая вас уже плещет которую которая вам приносит вот какой-то какой-то кайф и когда вы будете с этих позиций делиться с нами эфир будет у вас просто замечательный как только мы начинаем думать как я выгляжу на камеру а хорошо ли я одета мне он вышло вон с кралей и отлично себя чувствую вместе с вами вот когда вы будете не будете думать как вы выглядите а правильно ли я скажу а то ли я скажу а понравится ли просто от души и вот эти вот эфиры они будут самые замечательные которые будут идти именно таким образом вот это первый момент второй момент конечно же нам всем с вами необходимо будет устраивать либо один раз либо два раза в день эфиры потому что один эфир в день должен быть обязательно связан с физикой это неважно что будет давайте будем я могу провести эфир постановки на гвозди но видите как онлайн постановка на гвозди это такое я могу онлайн поставить на гвозди но не у всех есть гвозди кто еще ни разу не стоял одно дело когда мы на ретритах когда ставим на гвозди да мы привезли с собой гвозди они стоят на наших гвоздях пробуют ощущение и потом уже приезжают домой заказывают свои но когда нет гвозди вы можете объединиться посмотрите кто в каком городе если в вашем городе вообще такая функция чтобы как они называются не функция ну не знаю ну как тренировка как она чтобы поставили на гвозди можно вот по этим принципам могу просто провести лекцию по гвоздям ребята которые здесь же многие у нас ребята которые тоже стоят на гвоздях они могут присоединиться свои какие-то ощущения рассказать как у них это было то есть вот любые моменты что касаемо физики любые моменты это может быть дыхание это может быть йога это может быть там я не знаю по голтису это может быть просто там катание на велике просто завести вас чтобы вам тоже захотелось покататься это может быть пробежка это может быть трейлинг это может быть вообще хоть что это может быть эфир не обязательно в час этот эфир может быть в десять минут но человек уже будет знать который вот мы будем уже знать что в этот день он может прийти как минимум себя настроить еще как минимум на один день того что он задумал еще как минимум на один день сухого еще как минимум на один день сыроедение еще как минимум на один день веганство и миша правильно озвучил или кто там у нас в чате озвучил я может быть ошибаюсь что сказали что сыроедение это клево но есть еще сыроедение где без употребления любых специй и это уже другой уровень сыроедение это ребят действительно верно и я бы еще наверное хотел сказать и потом это еще скажу в открытых эфирах люди которые хотят выйти на сухие дни уже готовы и на сыроедение но по каким-то причинам у них есть какие-либо лекарства не важно какие вот мне сегодня еще одна девочка написала послушала эфир с михаилом она так воодушевилась она говорит у меня живич говорит уже десять лет и я точно так же хочу говорит вообще хотя бы избавиться сойти с этой с терапии медикаментозной я только сейчас поняла что это вообще возможно конечно возможно и сказала что можешь даже написать в личку мише если у него будет время если у него будет желание у тебя будет желание возможно вы пообщаетесь вот ее конечно это тоже очень воодушевило потому что почему такие эфиры они очень нужны потому что мы показываем своим примером что все это возможно все это реально это не где-то там непонятно где то есть живые люди вот и как раз я хотела сказать что когда мы хотим перейти на сухие дни ну по каким-то причинам мы не можем вот у меня был период когда я не могла перейти на сухие дни не потому что я не была готова к ним а потому что у меня по определенным причинам я вела себе опять гормональную терапию вот так получилось после очередного срыва эмоционального вот и чтобы прочиститься то есть я понимала что с принятием этих гормонов любая чистка она она очень тяжелая будет какая бы она ни была она будет очень тяжелая и чтобы она была максимально комфортная максимально чтобы я вычистила те лекарства и чтобы я потихонечку начала с них сходить не резко потому что на сухих днях очень тяжело вести какую-либо медикаментозную терапию но есть очень для меня в определенное время сыграл очень клевый метод это когда я в блендер кидала яблоко одно-два яблока заливала его определенной травой то есть ребят трава каждому своя напишите мне в личку если что какое заболевание я скажу какую траву то есть с ночи завариваете траву в каком-нибудь термосике либо в баночке не важно вот на каждое заболевание своя трава она у вас с утра к утру заваривается остывает уже и в блендер кидаете пару яблочек например литр вот этой травы и возможно еще в определенные моменты не всегда какой-либо бальзам из трав еще есть концентрированный но это не всегда не всегда это нужно сразу же говорю буквально несколько ложечек это все перемешиваете в блендере если у кого-то лето жара то есть я попала на жару у меня всегда стоял графин в холодильнике и так как мне нужно было вымыть эти лекарства но вода я к ней отношусь с огромным уважением но не вовнутрь то есть вовнутрь меня вода не выходила в связи с тем что у меня такое заболевание мои надпочечники практически не работают вот почему многие говорят ну как ты вот столько времени на сухих и почему вроде как у тебя такой вес все равно как бы там люди худее там еще во-первых на автономии уже убирается эта худоба но я еще могу сказать что мои надпочечники они еще далеко не выровнялись они еще далеко не вывели всю ту терапию которая была во мне потому что надпочечники у меня не работали они вообще это слава богу что я их вовремя подцепила чтобы вообще не лечь на препараты на искусственную искусственную почку вот и чтобы это очень нежно вывести эти препараты и яблоки они тоже имеют такой диуретический эффект что та вода которую вы употребляете она выводится вместе с с таблетками так скажем да вот и это не было это не было смузи ребят прошу заметить это не было смузи это именно был такой как сок с мякотью вот так бы я назвала вот переливаете из блендера там не знаю погружной у вас или с чашей мне с чашей просто переливаете его в какую-нибудь бутылочку графин бутылочку не важно что и либо в холодильнике храните вам это хватит эти два яблока с жидкостью и с жидкостью из какой-либо травы смотря какое заболевание потому что трава это очень важно какую туда сделать чтобы она именно пошла вам на пользу и возможно на каких-то этапах несколько ложечек какого-либо бальзама я на первых этапах делала бальзам чтобы меня не тащила на еду потому что после гормонов многие знают что бывает такой гормональный голод он гормональный голод который нельзя его как бы ты не захотел его не проигнорируешь то есть я всегда раньше считала что голод я всегда могу преодолеть для меня что такое поголодать для меня вообще раньше было если я видела полного человека я всегда думала я мне проще умереть чем быть такой я могла сразу же если я чувствовала что у меня какой-то не тот вес я могла сразу же прекратить кушать в любой момент для меня это было не проблем пока не столкнулась с гормональным годом это тот голод когда тебя ты вообще ничего не понимаешь и если ты себе что-то не закладываешь ты падаешь в обморок из этого обморока тебя вывести достаточно сложно это как какая-то кома называется если я не не ошибаюсь вот не помню какая-то вот называется вот то есть до такой степени на бывает и я поэтому чтобы не падать вот в этот вот гормональный голод первое время я себе делал вот эти вот несколько несколько ложечек буквально сиропа как он называется бальзам бальзам таежный бальзам у меня какой-то был обычный самый купленный в аптеке маленькая плашечка там рублей за 70 она была куплена потому что там есть сахара но там не сахар а типа глюкозы что-то такое и несколько видов трав и они за счет вот этой вот глюкозы еще дополнительной у тебя вот этого гормонального голода нет и у тебя очень хорошо за счет того что ты вроде бы жидкость пьешь и в то же время яблоки они просто прочищают и у тебя получается что ты за если ты продержишься вот на такие на таком питье две недели то у тебя все лекарства достаточно тяжелое две недели даже она практически все вымывается то есть понятно что она уже уберется в межклеточном пространстве только через голод но по крайней мере ты можешь слезть тяжелых препаратов за две недели потому что твое здоровье выровняется так выровняется не улучшится не ухудшится выровняется на определенной границе после этой границы ты можешь добавлять уже сухие дни это очень важно важно не выздороветь за две недели а важно выровнять нужно это тоже помнить то есть мы не бежим голоком по Европе мы все делаем аккуратно вот это еще что хотела вам сказать когда мы когда многие не могут зайти и многие себе ну они даже не в оправдании наверное а в страх в страхе же мы многие живем я из чувства страха боялась зайти потому что я понимала что если я со своими накочечниками сразу же пойду в сухой голод я просто сожгу почки и тогда моя песенка будет спета мне нужно было что-то придумывать другое иное вот для меня это получилось более актуальным ребят вот вы молчите я не знаю как нужно сделать так чтобы вы могли говорить вам нужно как-то наверное руку поднять если кто-то хочет сказать или кто-то хочет спросить делайте я добавлю потому что я первый раз в закрытом клубе веду эфир так так миша поднимает руку мне что нужно сделать разрешить говорить а камеру ты можешь включить или только говорить давай слушаем привет привет я тут тоже вот учусь кнопочки нажимать потому что столько много я тоже не понимаю тут нажмите то нажмите то камера эфир руку поднять какие-то сложности я теперь даже не понимаю получается писать нельзя только можно говорить то есть чата тут нету смотри здесь не чат чтобы мы чтобы у нас не было такого то есть здесь нет чата здесь можно только сделать так что перебрасывать будет в отдельный чат если мы если нам мы захотим сделать но я чтобы у нас не было чат на чате погоняющим чат я его не стала делать потому что мы можем в эфире все пообщаться мы можем в эфире пообщаться мы можем пообщаться в том чате чтобы ребята видели тоже нашу какую-то переписку который у нас большой и под каждым эфиром если я не ошибаюсь там можно вот эфир прошел и под этим эфиром можно написать то что ты хочешь написать вот это тоже я знаю что есть поэтому я думаю что нам бы было удобнее наверное когда ну это как в инстаграме под эфиром ты пишешь вот а там уже какие-то свои прям какие-то вот глобальные это вот эфир это эфир то есть я сделаю админами там будет один второй третий то есть кто заявляется я админом делаю вот и нас просто несколько человек вышло или вышибло их и тогда будем договариваться что кто какой эфир проводит и вот здесь вот будем проводить вот эти вот эфиры чтобы у нас он прям 90 дней чтобы такой был у нас клубешник зачетный чтобы мы понимали что мы идем все вместе и святуль пока ты здесь сразу же хочу сказать сейчас закончим эфир я тебе скину ссылку на цикламен я видела что ты мне написала вот так что ты что как в среду готов будет нестильного похмелья будешь цироических пельменей ну у меня главное торжество будет завтра несмотря на то что это будет до а второе торжество будет суббота так что я в среду буду более-менее надеюсь буду в нормальном состоянии но видишь меня состояние колбасит поэтому круто сказать ну это нормально это хорошо что колбасит поэтому вот когда колбасит ребят сразу же говорю кто на длительных сухих кто еще что то если колбасит старайтесь выходить в эфир старайтесь больше писать если вы будете держать в себе вас просто порвет вы начнете высказывать другому человеку не то что вам хочется не то что вы думаете а то что на момент вас зажгло и вы так а ты там какашка там не докину какашку хоть покидаясь хоть руки замарая вот а если начнете выходить в эфир просто пишите говорите меня колбасит вот особенно кто у нас здесь в клубе меня колбасит все давайте тогда экстренно собираем эфир кто хочет присоединяется потому что у нас же многие могут ну как бы тут что с этого с телефона ты же можешь там ехать в машине куда-то идти там подсоединился послушал там нажал пару слов сказал каких-то там еще что то я думаю что он такой будет и живенько и ненавязчиво то есть кто смог присоединиться смог на весь эфир на весь эфир там на 15 минут тоже уже клёво единственно что кто будет выходить в эфир нужно будет обязательно вверху три точечки вверху с левой стороны на них нажимаете там и начать запись эфира чтобы эфир сохранить потому что я забываю надо еще нам ликбез устроить потому как это все работает я в телеге никогда не работал поэтому надо все пробовать вот а с девочкой которой ты говорила да она вышла на меня мы с ней немножко попереписывались ну и будем общаться если будут какие-то вопросы я готов ответить угу клево сегодня кстати хорошее состояние я вот проснулся прям вообще как с другой ноги ну как я писал у нас тут солнце засветило в общем все это как вместе очень синхронично да поэтому будете офигевать насколько вы становитесь на данный момент на на момент перехода вы становитесь крайне зависимыми от солнца и я когда переехала я же когда переехала в краснодарский то есть я когда начала сильно уже практиковать сухие дни меня прям тянуло в краснодарский край я как это как непонятно кто как зомби юг юг хочу на юг и когда я уже уже начала вот эти вот практики по несколько месяцев я сюда приехала у меня как раз я была уже два месяца в полных сухих и я когда приехала для меня это был такой восторг мне кажется я такого щенячьего восторга с детства не помнила и это да вот когда вот я заходила заходила и у меня вплоть до того что когда вот в этот раз заходила получалось же 14 марта это было и погода была ну была пасмурно несколько дней я в эти пасмурные дни я просто умирала у меня такое было состояние просто никакое как только солнце все меня дома практически не ездила детей встречала со школы провожала их ходила там по магазинам даже если ничего не покупала но мне нужно было постоянно где-то быть в движении где-то чтобы постоянно меня падали лучи солнца я вообще все лето я была вот два лета подряд здесь я прожила я два лета подряд была просто черная как головешка я не могу от солнца отлипнуть ну да меня на сегодня стимулирует поэтому состояние ровное достаточно хочется подвигаться вот окошка тут носится у меня так что сегодня все прекрасно ну за помимо всяких физических опять же не до вещей которые я там писал в чате вот эмоционально нормальное сегодня состояние все значит начало марафона у нас на на завтра то есть мы завтра уже не едим не обязательно он просто начало марафона будем давайте мы с вами под этим эфиром как раз мы поймем можно писать под эфиром или нет либо мне нужно какую-то кнопку найти чтобы под ним было можно писать вот и каждый напишите на что вы выходите на новые на постоянное сыроедение либо на чтобы без срыва было либо на сухие дни на более то есть каждый пишет либо выходит в эфир чтобы мы понимали вообще что происходит с нами что мы будем делать потому что вот например там у нас сейчас нет с нами то есть у нас некоторые ребята которые хотят без срывов идти в сыроедение то есть были на сыроедении потом вот эти вот срывы вот кто-то только начинает сыроедение и для кого кто только начинает для них еще актуальны всякие вкусняшки например которые ты готовишь вот что-то вот с этим вот поделиться потому что у всех абсолютно разные но вот я я насчет этого вообще была такая лентяйка чтобы мне заставить себя какие-то там конфеты середические сделать о не максимум что я делала это борщи но я делала кастрюлю я у меня младший сын особенно со мной его постоянно ел а так для меня это трагедия столько всего приготовить я в этом нахожу как я понял для себя какой-то элемент творчества и опять же меня это так схлопнуло ну в плане что еда и творчество это еще больше наркотик получился то есть мало того что я ну как бы от еды еще не могу уйти совсем да это вообще прилип к этому так второй как бы получается вторая зацепка вот это вот сыроедческие все эти блюда это стало для меня элементом творчества я прям сейчас ну как бы почти каждый день делаю какое-то новое 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 блюдо там новое что-то у меня там и книжки есть и сайты все остальное и я понимаю что я еще больше туда залипаю вместо того чтобы выйти из еды я туда погружаюсь то есть как-то как-то сам себя обманываю вот этими вот новыми рецептами они какие-то красивые получаются и иногда даже вкусные вот и друзьям нравится то есть вот я сейчас день рождения буду отмечить тоже потащу туда что-то вкусняшки какие-то то есть для меня это какое-то залипало еще одно получается ну этот период нужно пройти это клево я думаю что мы даже вот этот эфир выложим сейчас в наш клуб в этом в обычный чтобы ребята знали чем мы тут будем заниматься минимум 90 дней что у нас здесь будет как бы такой он будет марафон в три в три месяца как минимум и что будет каждый у каждого будет возможность вести прям эти марафоны и делиться делиться всем чем может что-то прям будет одной более одной командой одной семьей идти это будет клево что скажешь про замасливание стоит перед этим марафоном начать с его с семьи там сколько дней замасливания или можно это параллельно как-то нигде делать не делать смотри ну на 90 ты же сейчас не на 90 дней сухих пойдешь ты сейчас пойдешь на дни на 60 да возможно сколько дней рождения поэтому знаешь по мне так где 60 уже и 90 если я доживу до 60 и копыта не отбру то мне кажется уже после 60 там что 90 что 190 если но нужно будет это если ты готов прорабатывать психику потому что тебя мотать будет еще сильнее чем сейчас что-то подразумеваешь тогда может быть расскажешь что такое прорабатывать психику и какое готово должно быть для этого я готов а что нужно сделать а куда бежать ну просто открыться то есть у тебя же смотри у тебя когда тебя вот начинает нести ты же просто вот высказываешься высказываешься я все время как бы отхожу в сторону то есть я тебе даю проговориться ты там только только матом не кроешь остальное как бы у тебя все это вот идет на меня по крайней мере пока не было ну и вот в этот момент когда ты проговоришься ты должен понять вот этот момент ты должен отследить тебе проще проговориться а потом выйти на разговор либо тебе вот в этой вот в этом состоянии нужно нужно выйти на разговор вот это нужно тебе отследить это очень важно Лучше в этом состоянии. Там энергии больше. И я обычно так. То есть в состоянии быстрее разрешается ситуация. Заряд большой, и его можно перенаправить на решение. Чего просто так-то выбрасывать. Да. Потому что нужно тут четко понимать. Либо тебя в этих состояниях нужно оставить в покое, чтобы ты переквасил. Что наоборот. Покое нет. Вечный бой, покое нам только снится. Вот это вот и называется прорабатывать с психикой. То есть в какие-то дни ты четко понимаешь, что тебе приятнее там побыть одному, где-то посидеть у океана, что-то там поделать, поковыряться в земле, походить, погулять. Сейчас же самая красота начнется. Сейчас же все цвести начнет. Там же прям вообще вау. Фонтан. Уже все цветет, уже красота. А у нас что-то снег. Говорят, давно так. Не было в Краснодарском крае. У нас уже все, уже все цвета радуги. Но они, в принципе, круглый год здесь. Просто тут каждый месяц что-то свое вылезает. А у нас кошки научились закрывать входную дверь. И мы сейчас закрываем все на замок. И вот им поражается. Это вот насколько все-таки мы их недооцениваем, когда мы их начинаем одомашнивать. Когда они полудомашние, они как бы нормально. Они домой птичек носят, и мышек носят. И кого они только не носят, показать свое здоровье. Вот сейчас они научились открывать дверь. Закрывать за собой не научились, к сожалению. А вот открывать научились. Особенно, когда это ночью. Ты чувствуешь, что что-то так холодно стало в доме. Думаешь, ну все. Пришли мои красавицы. Идешь закрывать дверь. Вот. И кошку свою нам тоже поскидывать. Тоже же интересно. У тебя такая кошка клевая. Ты просто кошатница. Куда ее скидывать? Куда как-то? Я же тогда буду уфтопить. А ты проведи эфир в среду вместе с кошкой. Ну, попробуем. Игрушку видим кошачью, кошку не видим. Она вот взяла как раз, как только я разобрался, как тут нажать кнопку, она взяла и залезла под шкаф. Бесилась тут с игрушкой. Тём, ты тоже напишешь расписание, когда ты сможешь выйти в эфир, потому что ты все время на гастроле, тебя вообще сложно поймать. Вот. И будем, в общем, с завтрашнего дня у нас будет минимум 90 дней, а возможно так мы останемся с вами, чтобы каждый день на эфиры. Вот. Когда-то будем здесь проводить эфиры, когда-то будем тогда в открытом клубе. Ну, чтобы мы тоже понимали, что там ребят тоже надо смотреть. Не все готовы идти в закрытый клуб. Кому-то... не все готовы. Нет. 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 На экране. Так, ребят, меня выбивает, я надеюсь, что запись не остановилась, и оно все будет. Это, видимо, у меня интернет такой, не у Михаила. Вот, были запросы про секс, про отношения со второй половиной, мы их открыли, но поверхностно, то есть настолько, насколько мы могли их вообще открыть в открытом эфире. То есть мы, здесь мы заглянем поглубже, да, что такое вообще вторая половина и насколько она актуальна, и как ты ее воспринимаешь, как ты воспринимаешь твой человека, который уже был в тобой, и как ты воспринимаешь человека, которого ты вновь встречаешь. Это достаточно важный аспект, который мы не можем от него откреститься, потому что это наша жизнь, и все прекрасно понимают, да, что энергия становится абсолютно целостной, вседостижимой. Это когда целостный мужчина и целостная женщина. Тогда это один большой пазл. То есть не целостная женщина и не целостный мужчина, они будут все время в каких-то притирках, пока они такими будут, они будут в притирках друг с другом, кого-то еще будут искать, там еще как-то будет это происходить. Но это не будет полного контента, но как только вы сами себя почувствуете целостным, как только вы сами себя поймете, что вы целостны, и вы готовы отдавать, вы обязательно встретите такого же человека абсолютно целостного. Но и там тоже будет притирка, потому что вам, мы многие, например, я, чтобы общаться прям с целостным человеком, это, знаете, достаточно такой один из моментов, достаточно такой серьезный, потому что даже общаясь с людьми, которые, ну вот более, более, сколько, более 4, более 5 лет уже, да, когда я сейчас общаюсь с несколькими людьми, они более 5 лет не кушают и не пьют. У них абсолютно другой образ жизни. Они сейчас не публичные, не публичные в каком смысле, не потому что на них бы никто не обратил внимания, они достаточно интересны. Им мне интересен стал этот образ восприятия людей, которые находятся в этом состоянии, потому что у них уже абсолютно другая жизнь, абсолютно другой уровень жизни. и некоторые из них, ну, некоторые из них, так скажем, да, что им далеко за тот возраст, который мы вообще можем себе даже представить, что до такого возраста вообще могут жить люди, вот. Встречалась я недавно с женщиной, ей 80 с копейкой, 83, по-моему. И когда она назвала свой паспортный возраст, я, конечно, вообще, ребят, офигела. И когда мы с ней начали разговаривать, она мне рассказала тоже про свой образ жизни. И после тех 10 лет, когда она начала водить практики, вот, она не на неедении, она на малоедении. То есть вы, наверное, слышали, да, что некоторые монахи, они едят, как они говорят, ну, наши люди, как говорят, они едят же рис и финики. Ребята, они не питаются рисом и финиками, они рис и финик рассасывают в ротовой полости до полного исчезновения. То есть рис – это не плошка, это несколько крупинок, либо один финик. Это делается для того, чтобы разогнать слюну, чтобы она очистила то, что накопилось за какое-то время. То есть это несколько недель, месяц, несколько месяцев. То есть у каждого разный свой этап. Это просто разгон слюны идет, это не еда. Это нужно очень четко понимать. Вот, и она как раз на таком питании, на разгоне слюны, потому что только наша слюна вычистит из нас все, что нам нужно. Больше ни что другого не вычистит, если мы, по крайней мере, уже на малоедении. И у нее в 60 лет пошел процесс восстановления. То есть на нее смотришь, она как будто бы с подтяжками. Но у нее нет, конечно же, ни одного шрама, я посмотрела. И мой мозг может это принять, что это действительно такое бывает. У нее разглаживаются все морщины. Ей сейчас 83, она себя замечательно чувствует. У нее расходятся. У нее руки молодеют. То есть она говорит, у меня в какой-то момент уже был этот артроз. И вот такие вот скованные крюки были. И она говорит, я даже стакан взять не могла. Вот эти вот кости все торчали, говорит, полностью. И сейчас у нее прям косточки практически все выпрямились. То есть она говорит, это не быстрый процесс, да. Но косточки выпрямились у нее достаточно. И знаете, без пигментных пятен вот к этому возрасту, к 83. Она делает все асаны в йоге. Она насчет этого такая умница. Она выглядит очень хорошо. То есть у нее прям разглаживается лицо, убираются вот эти вот морщинки. И она говорит, я проверяла свой организм. Ну, говорит, единственное, что у нее по документам у нее идет две селезенки. Вот у нее на каком-то этапе она, одна селезенка ее практически, ну, хотели удалять. То есть что-то у нее-то было, что, говорит, вплоть до разрыва. И, говорит, не знали, спасут или нет. И вот она начала вот эти вот практики делать. И вот у нее есть УЗИ, но оно несколько летнее уже. Но несколько лет, это понятно. И у нее в УЗИ прямо написано, что две селезенки. Вот одна, вот так вот оно есть, есть такое. Как уж они между собой взаимодействуют, я не могу сказать. Но я так полагаю, что это было ее решение внутреннее для ее организма, для ее аватара, чтобы ей было максимально комфортно продолжать существование в этом физическом теле. чтобы дальше что-то продлевать. Поэтому мы тоже с мужчиной общались. Он говорит, что там есть у него собеседник. Ну, конечно же, она редко выходит на связь, это понятно. Вот она живет в Китае. И там эта информация абсолютно открыта. Ну, как абсолютно открыта, кто интересуется. То есть она не засекреченная. Есть у них женщина, которая консультант по... У них как-то называется по-другому, скажу, давайте по-деревенски. Консультант по звездам. У них это по-другому называется. Не астролог, конечно же. Вот. И этой женщине более 600 лет. И она, как у них там, не царь, а король, да, короли же у них там идут. Вот. И она с несколькими династиями как бы все это делала. Вот. И такой вопрос, мы над ним еще посмотрим. Он говорит, а вот ты, говорит, вот столько вот всего прошла. Говорит, вот тебе не скучно? Она говорит, нет. И что, говорит, все, с каждым разом все интереснее и интереснее. Говорит, а сама, говорит, вообще есть у тебя проблемы? Или, говорит, в таком возрасте уже нет проблем? Она говорит, да почему есть проблема поменять документы? Вот. Потому что даже общаясь на таком уровне, видимо, все равно это как бы, ну, наверное, это не проблема, но, тем не менее, не совсем приятная процедура. Может быть. Может быть, это просто была от нее такая шутка. Но, тем не менее, что это такие люди есть, и мы все больше и больше о них узнаем. И мне, конечно же, очень приятно, что такие люди тоже начинают выходить на меня, потому что я многих же не знала, не знала, что они так живут. И когда это рассказывают, я понимаю, что это правда, я понимаю, что это резонирует. Я понимаю, что если вы пойдете этим путем, нельзя им идти. Но если вы пойдете, вы точно так же будете общаться в этих кругах, вы точно так же будете видеть этих людей. Вы точно так же будете понимать, что там все только начинается. а здесь это просто день сурка у нас это день сурка, в который мы играем заигрываемся, и у нас нет времени на себя, к сожалению вот, поэтому я стараюсь сделать статью от марафона, я стараюсь делать онлайн марафоны, которые более глубокие я стараюсь делать вот эти вот ретриты где мы вживую можем передать друг другу энергию и в той энергии, в которой нахожусь на сегодняшний день я, чтобы я тоже могла ей поделиться, и вот этот тот, который будет глубокий ретрит этот ретрит весь буду проводить я мне очень важно будет, чтобы вас вот прямо до кончиков ногтей максимально вести в то состояние в состояние самого себя чтобы вы это почувствовали, чтобы вы понимали, что все, что происходит здесь, сейчас в этом мире это такая ширма, за которую мы сами самостоятельно, своими своими хотелками, так или иначе осознаем мы это или нет, мы прячем мы прячемся туда, мы прячемся, чтобы не не повернуться к себе, потому что мы очень боимся жить правильно Миша сказал, он всю жизнь прожил без жизни, и мы действительно, мы многие живем, не осознавая эту жизнь это очень печально, потому что когда мы, когда у нас есть вот эти вот проблески, когда мы начинаем вот это понимать, когда мы начинаем чувствовать и хвататься за вот эти вот моменты, когда нам дает жизнь показывать там есть, там есть, там есть, мы начинаем всячески, ой, это совпадение, ой, это разово, ой, это, наверное, какое, там что-то выходящее из рамок, такого со мной больше никогда не случится, нет, это вам жизнь приоткрывает форточку и говорит, давай, там все есть, как бы хватит уже здесь прятаться и играть в одни и те же игры, ребят, посмотрите ту историю хотя бы, которая у нас есть, но все повторяется, объединяются только декорации внешние декорации, все остальное, все так и есть, все играют, мы постоянно играем в одни и те же игры, и чтобы выйти из этого замкнутого круга, вы можете выйти только тогда, когда вы узнаете себя, ни с самим собой вы не выйдете, никто вас не вытолкнет, кроме самого себя, поэтому вот пока есть у нас такая возможность встречаться, общаться онлайн, либо оффлайн, давайте будем пользоваться, давайте будем вкладывать в самого себя, чтобы наконец-то себя открыть, чтобы себя оживить и пойти уже не играться, а начать жить жизнь, жизнь она есть, но она настолько обширна и к ней нужно настолько подготовиться, а к ней нужно подготовиться только, вы можете к ней подготовиться только, когда вы откроетесь внутри себя, откроете это, дадите выйти этому огню, этой энергии, либо она вас начинает пожирать, а когда она вас начинает пожирать, вы начинаете как будто бы протухать, и эти негативные эмоции постоянно выкидываются на что-то, и самое лучшее, что вы можете сделать с этими эмоциями, это их заесть. Это то, что нас научили. Заесть, либо максимум пойти в спортзал. Но чтобы пойти в спортзал, это нужно сделать больше, чем заесть. Поэтому заесть всегда проще. Вот. Поэтому давайте будем максимально возвращаться к себе. Давайте будем прислушиваться к себе. И давайте будем как-то если есть какие-то вопросы, если будут какие-то темы, которые вам будут интересны, пишите. Я их буду озвучивать, потому что я иногда говорю, 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 говорю. А может быть у вас другие вопросы, а я их не знаю. Потому что вы либо стесняетесь, либо еще что-то. Если хотите на комнату, просто напишите. Я хочу такую-то тему. Не хочу, чтобы знали, что она от меня. Возможно, будет и такое. Пожалуйста, я просто ее буду раскрывать. Потому что если у вас есть запрос на эту тему, поверьте, этот запрос не только у вас. И кто-то его все равно должен озвучить. Вот. Ребят, вот такой вот коротенький хотелось сделать эфир. Если кто-то еще хочет сказать, присоединяйтесь. Если нет, то мы тогда завтра с вами начинаем. И примерное время давайте назначим. Удобно всем будет в 20-30. Позже не надо делать. Тогда напишите мне. Если никто не поднимает руку, тогда напишите. Вот. А я поковыряюсь еще, посмотрю, как можно сделать, чтобы были... Чтобы вы могли вести эфир и так же и без меня. Как это нужно делать? Это должен быть либо разовый, либо разовое разрешение, либо в админы добавлять. В общем, я сейчас поковыряю, все узнаю. Если у кого-то есть опыт, то пишите мне. Вот. И этот эфир я сейчас еще выложу к нам в группу в большую, чтобы ребята тоже посмотрели. И у кого будет желание, к нам на 90 дней присоединиться. Но, может быть, и на большее. Потому что сейчас для нас очень благостное время для раскрытия самого себя. Это все сделано для того, чтобы мы начали знакомиться с собой. Вот. Тогда, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо. И завтра в 20.30. Если что-то какое-то будет, у вас предложение, еще что-то, либо под эфиром пишите. Вообще под эфиром хоть что-нибудь напишите, чтобы вообще мы проверили, это возможно здесь под эфиром писать или мне нужно что-то добавлять. И, если что, пишите в личку. Я все равно все читаю. Может быть, сразу же не получится ответить, но я все читаю. Так, Фатима, давай. Ага. Можешь с камерой, если хочешь. Говори. Я пыталась написать что-то вот под эфиром. Мне кажется, здесь нет такой функции. Вот нет, я не смогла написать. Ну, просто сразу отвечаю тебе. Ты же вопрос задала. Так, хорошо. Я тогда посмотрю, что сделаем. Все, оп, тогда. Ага, спасибо. Было интересно, очень-очень интересно было сегодня. Спасибо. Спасибо. Наташ, ты хотела что-то сказать? Наталья, я тебе открыла, что ты можешь и говорить, и даже выйти в эфир. Ой, я не поняла, что я говорю, и меня не слышно. Теперь уже вижу, что меня будет слышно. Мне кажется, будет после сохранения возможность комментировать. То есть, и мне кажется, это вот будет как раз интересно, то есть, что можно будет прокомментировать, и, может быть, даже пообщаться на какие-то темы из эфира. Все. Ок, сейчас будем пробовать. Так, ребят. Галочка, ты выйдешь с нами в эфир тоже? Когда-нибудь сделаешь? Так. Ага. Гал, говори, включай микрофончик. Если ты говоришь, тебя не слышно, потому что я тебя включила, тебе нужно еще самой включить его. Он самый большой в серединке. Так, где-то у меня... Давай еще раз попробуй включить микрофончик. Ну, ничего. А, получилось? Да, да. Нет, пока я не общественный человек. Это надо какое-то время, потому что у меня сейчас, ну, такой процесс идет. Как бы что-то сказать, я, наверное, ничего такого особенного не смогу сказать. Надо какое-то время. Мы тебя будем ждать. У нас еще времени целый вагон. Да, я так рада, что вот действительно на эти 90 дней это очень здорово. Мне кажется, это вот для всех очень хорошо. Если еще кто-то на рост подключится, это будет просто здорово. И, конечно, очень хороший сегодня эфир. Спасибо большое, Светочка. Спасибо. 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 Ребятки, кто-то хочет еще сказать или будем завершать сегодня? А завтра встречаемся. Все, тогда сейчас завершаю. Мы еще раз попробуем подзавершен, потому что те были эфиры, они были загружены, может быть, поэтому в них нельзя писать. А здесь, если что, мне в личку напишите, что под эфиром нельзя, например, написать ничего. Я тогда сделаю такой же чат, это к закрытому клубу чат, тогда нужно будет организовать, который тоже будет закрытый. В общем, все посмотрим. У нас с вами времени вагон, все отрегулируем. Все, тогда всех обнимаю и завтра в 20.30. Все, всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok